поднялся я уже домой чтобы подвести итог но начав рассматривать режущие кромки вблизи я понял что на обоих ножах по большому счету они находятся в очень очень хорошем состоянии и довольно рановато делать какие-то окончательные выводы и кроме того еще одним фактором который повлиял на то что я сейчас хочу еще немного продолжить тестирование на канате сыграло то что я сделал всего лишь 70 резов и мне хочется чтобы было какое-то более менее круглое число скажем 100 резов на канате чтобы это было каким-то эталонным результатом для последующих тестирований других стали на других ножах поэтому давайте еще немножко порежем я хочу сделать еще по 30 резов каждым ножом сначала эндуро 10 резов теперь милитари в милитари кончик который намного тоньше он шикарно работает вот примерно так же какие какие эндуро то есть вот кончиком если я продавливаю сейчас то потом мне остается только дорезать если я начинаю сразу работать вот этой частью у основания тогда довольно трудновато так по моему 10 мне кажется я не ошибся ну что проверим на бумаге проверим очень быстренько только для того чтобы получить общее впечатление с 30 и продолжает продолжает садиться за . явно видно зиди пи ситуация обстоит чуть чуть получше видимо зиди пи и будет нашим эталоном который продержится в хорошем состоянии 100 резов 10 резов и теперь миля трудно трудно уже мили хоть кончиком хоть чем 10 резов милей в принципе вот если очистить милю от вот этих вот кусочков которые на режущей кромки что она тоже режет очень классная вижу реально работает я убираю все режущей кромкой практически вот режет пусть еди пи опять же тоже режет просто что-то невероятно какие-то чудеса ну и идем на 100 резов так так Продолжение следует... Ну, я думаю, 100 резов, судя по той работе, которую я проделываю, то, что я ощущаю, можно вполне считать, так скажем, эталонным результатом. Если после 100 резов вот этой веревки нож еще будет способен хорошо резать, скажем, ту же бумагу, это просто шикарный результат. Ну и милитари. Последний рывок. Трудно. Я, конечно, допилю уже, хотя можно было этого не делать, но просто, чтобы посмотреть, что будет с S30V после 100 резов. Ну, все. Все. Отлично. Теперь, я думаю, уже и правда можно делать нормальные выводы, рассматривать режущую кромку и размышлять о наших суперсталях и отличных порошках. Все. Увидимся на столе. Теперь пришло время подвести итоги нашего сравнительного тестирования. Поговорим о каждой стали по порядку. Вдобавок к тому, что вы уже увидели, я поделюсь своими мыслями и наблюдениями и, конечно же, рассмотрим режущие кромки вблизи. Хочу только коротко остановиться на нашем тестовом материале, чтобы показать, что он из себя представляет. При ближайшем рассмотрении видно, что волокна, из которых состоит этот канат, не представляют из себя какой-то однородный материал. Об этом говорят вот эти вот непонятные черные вплетения. Это такая очень колючая веревка, которая не имеет ничего общего с теми канатами, которые висят в спортзалах. И, кроме всего прочего, если мы посмотрим на срез этого каната, присмотрите сюда, сразу становится видно, что он отражает свет. И вообще вот эти вот внутренние жилы, они такие более темные. И мне кажется, это говорит о том, что в этой веревке используется также какой-то клей для скрепления вот этих вот мелких волокон. Потому что если это разделить, то видно, что там очень много мелких таких вот волосиков, скажем так. Но вместе они отражают свет. Это говорит о том, что что-то их скрепляет, их что-то держит. Какая-то смола может быть, какой-то клей. И поэтому, несмотря на то, что эта несчастная веревочка всего лишь полтора сантиметра в диаметре, то есть 15 миллиметров здесь, она оказалась очень таким жестоким тестовым материалом для вот этих вот ножевых сталей очень-очень высокого уровня. И давайте же перейдем к нашим ножам. Начнем, конечно же, с обычной четвертой эндуро со сталью VG10. Я немножко протру клинок, потому что после теста ножи немножко полежали, я к ним не притрагивался. И вот, что я хочу сказать. Мне вот в этом тесте было немножко жаль этот нож. Мне жаль в плане того, что мне жалко было его использовать, а мне было жаль, как он выглядел на фоне вот этих вот двух убийц. Просто четвертая эндуро – это на самом деле прекрасный нож. За свою цену, скажем, в 65 долларов, это без пересылки. Это просто шикарный нож, имеющий классную эргономику, отличный рез, сталь очень высокого уровня. Просто дело в том, что здесь так вышло, что его конкурентами были просто какие-то мега стали. Все-таки наша VG10 – это отличная японская нержавеющая сталь, но она не представляет из себя какую-то суперсталь или какой-то порошковый сплав. Поэтому вот на фоне этих ножей обычная четвертая эндуро выглядела слабовато. Но мне ни в коем случае не хочется, чтобы кто-то посчитал, что этот нож недостоин, недостоин своего уважения или недостоин быть купленным. Просто вот на самом деле он, вот в данном тесте он должен был присутствовать, чтобы выявить вот эту вот бешеную разницу, эту пропасть. Но в то же время, как бы там ни было, он оказался не в том месте, не в то время. Вот так вот это получилось. Отличный нож, но просто на фоне вот этих вот красавцев, которые, кстати, намного дороже его, что тоже немаловажно. Он, конечно, показал, на что он способен. Наша сталька VG-10 показала, на что она способна. Ну, как вы можете понимать, тягаться с порошками очень-очень сложно. Давайте теперь рассмотрим нашу режущую кромочку вблизи. Давайте сначала без увеличительного стекла Попытаемся сфокусироваться. Мне кажется, даже так должно быть видно, что режущая кромка затупилась и отражает свет. Вы видите, как просто играет играет вот этот отблеск на режущей кромочке. И сейчас давайте рассмотрим это поподробнее. Видите, такие скольчики, которые блестят. Вот здесь вот такой, как бы я бы даже сказал, замин. Это вот та часть режущей кромки, которая находится очень близко к основанию. Та вот часть, которая первая сдалась, которая перестала резать. Ну, и вы видите, такое общее затупление. Это вот где-то центр режущей кромки. Ну, самое интересное. Не попадает в фокус. Ну, вот мне кажется, видно, конечно. Вот оно. Вот оно затупление. Ну, и здесь вот прям блестит вообще под определенным углом. Это прям видно, что режущую кромку как бы повело в сторону, я бы даже сказал. Это все произошло после 30 резов. После 30 резов. В принципе, это очень мало, конечно. Но, опять же, вот этот вот канат, вообще сам по себе, как тест, он годен только на то, чтобы показывать удержание режущей кромки. То есть, он, вот в отличие, скажем, от картона или от деревяки, он мало выявляет какую-то устойчивость к боковым нагрузкам. Ну, даже эргономика здесь не так сильно проверяется. Просто такая довольно однообразная работа. Ты просто пилишь, как бы. И, в принципе, здесь нет такого, как с деревяхой, что для того, чтобы он даже хотя бы начал резать, тебе нужно приложить очень большое усилие. С веревкой это не так. В тот момент, когда этот нож уже не режет, то там хоть дави, хоть не дави, там уже по поезду шел. Вот. В принципе, ну, вы видите. Возможно, вот сейчас, когда я уже почистил, так, ну, опять, может быть, как бы за уши можно было протянуть этот нож еще, может быть, резав 10. Ну, реально, вы видите, что 30 резов хватило, и нож тупой. То есть, не было смысла, не было смысла как-то там отдельно уделять ему какое-то внимание, чтобы за уши его вытаскивать. то есть, показываем. Я показываю всегда именно то, что есть. Я никогда не приукрашиваю никакие факты. И, несмотря на то, что я жутко люблю четвертую эндуро, это нож, который находится в моей десятке любимых ножей, ну, VG10 показывает тот результат, который она показывает. И давайте теперь перейдем к нашим, вот таким, скажем так, соперникам по неволе. Просто, на самом деле, вот, когда пришла эндуро ZDP, я даже не думал, что она будет соперничать с милитари. Но так получилось, что вот эта вот сталь ZDP 189, она придала этой эндуре как бы это сказать, придала ей какие-то ну, просто феноменальные режущие свойства, которые начали компенсировать уже недостатки, скажем, в эргономике этого ножа. Даже не недостатки, а ограничения в эргономике этого ножа. Дело в том, что милитари это такой рабочий нож, а эндуро это больше нож, который приспособлен быть на кармане. Он очень тоненький такой, у него закрытая конструкция. То есть, он более такой удобный для ношения. И это вызывает определенные ограничения. Так вот, вот эта сталь, она просто дала эндуре такой толчок, что она долетела до милитари. И в некоторых случаях вы даже можете видеть, что даже переплюнула ее в чем-то. Опять же, это базовая милитари, а это далеко не базовая эндуро. И сначала я хочу поговорить именно о S30V на милитари. По той причине, что, как бы там ни было, все мы прекрасно видели, что победителем этого сравнительного теста была именно ZDP 189. И о ней я буду говорить в последнюю очередь. И, как это, как бы не печально констатировать, да, S30V проиграла, но, как бы, и разница в классе этих сталей, она тоже есть. Я думаю, такая же разница примерно, как от той же VG10 до S30V. Так вот, S30V до ZDP. Некоторые наблюдения. Обратите внимание, кстати, на форму режущей кромки, на вот ее изгиб на эндуре и на милитари. Я не хочу, чтобы вы считали, то есть, что я каким-то образом защищаю милитари или что-то такое, но это наблюдение, которое должно быть принято не во внимание. Во время реза милитари из-за вот этого вот мощного изгиба основное усилие и, в принципе, основной рез происходит именно вот этой вот частью режущей кромки. Потому что она загнута. И тут вот концентрируется вся вот эта вот сила, все это трение при прорезании. У эндуре, обратите внимание, у нее режущая кромочка более такая ровная, как на каком-то кухоннике. Поэтому ей, когда режешь, ты равномерно идешь всей длиной режущей кромки. Здесь работа совсем другая. То есть, вот милей, ей намного удобнее рассекать что-то висящее. Скажем, резать на досточке. Я бы не сказал, что неудобно, но вы должны понимать, что для того, чтобы вся режущая кромка была задействована, вам придется как-то вот так вот резать, то есть, вот так вот двигать нож. С эндурой это не так. То есть, эндуро, ты двигаешь вперед-назад, и все, и этого хватает. И поэтому, в принципе, и тот вот результат, те последствия, которые мы начали видеть во время теста, что вот в этой части было основное количество какого-то затупления, каких-то микросколов, каких-то проблем. То есть, все они были именно здесь, и это именно из-за строения этой режущей кромки, этого клинка. Вот. Ну, опять же, повторюсь еще раз, S30V проиграла ZDP 189, чтобы не было каких-то непоняток. Если взять ZDP просто, без сравнения, не ZDP, извиняюсь, если взять S30V просто, не сравнивая ни с чем, и вспомнить то, как этот нож резал, и сколько резов он продержался, то я считаю, что для уровня этой стали это очень-очень высокий показатель. Да, последние 10 резов, вот с 90 до 100, это было очень сложно, но это очень достойный результат. Те, кто резали канат, я думаю, это знают. Поэтому я считаю, что для своего уровня S30V отработало просто шикарно. Так. Ну, давайте же посмотрим на нашу режущую кромочку, что случилось с S30V. после сторезов. Давайте вот так вот. Ну, тут тоже видно, что режущая кромочка отблескивает, отблескивает очень хорошо. И теперь давайте увеличим это всё. Вот наши микроскольчики. и такое общее затупление, то есть вот эта вот светящаяся ниточка, она есть на всём протяжении режущей кромки и время от времени такие блестящие островки. Это вот наши какие-то заминчики, скольчики. видите, вот в этом месте, например, отсвечивает очень сильно. сейчас я постараюсь найти то место, вот где было основное затупление, но вот здесь, вот в этом месте, это именно вот центр этого изгиба режущей кромки. Вы видите, что очень сильно блестит, очень сильно просто. Такие здесь замины какие-то. Вот это было то место, которое, в принципе, с самого начала, с самого начала делало проблемы при прорезании бумаги. Здесь вот, я думаю, вы помните все, если внимательно смотрели тестирование, что вот в этой части было какое-то место, которое постоянно зацеплялось, втыкалось в бумагу и не давало резать. Хотя остальная часть режущей кромки была в хорошем состоянии. Так вот, как-то так получилось, что вот этот вот микроскол, он появился довольно рано, но и держался уже до самого конца. Сейчас вот, когда я уже так почистил клиночек, видно. После первого уже прохода по бумаге на режущей кромке осталась вот куча кусочков бумажки, которые зацепляются за эти микросколы. А, вот он. Вот это место. Даже на самом деле здесь это не микроскол, а очень-очень сильное затупление. Здесь режущая кромка она просто, ну, стала, стала плоской. Если она была до теста вот такая, то она стала вот такой. Это не скол, кстати, вот, S30V меня порадовало в том плане, что проявила такую очень неплохую эластичность. эластичность. Ну и давайте перейдем к нашему чемпиону по удержанию заточки к стали ZIDI-PY 189. Вот это гордое название. И очень-очень интересный результат. В принципе, в принципе, вот, я ожидал такого результата. Я ожидал, что по всем параметрам ZIDI-PY, конечно же, должна победить. Но всегда был страх того, что будут какие-то непредвиденные результаты, какие-то сколы, клинок может лопнуть. там, я уже фантазировал самые невероятные какие-то сценарии. Но все оказалось, скажем так, очень теоретически предсказуемым. Это сталь с очень высокой твердостью. Я думаю, не менее 62 единиц здесь. И как сказал ютубер с ником ZWIRFOR, он сказал, что эта сталь имеет вкусный рез. Вот вот этот вкусный рез, он не покидал этот нож до самого конца, до самого сотого реза. Вы себе не представляете. То есть, я не знаю, как это описать. У S30V, даже в самом ее заточенном состоянии, нету этого вкусного реза. Это такое, конечно, образное выражение, но вы можете понять, что когда ZDP входит в эту веревку, или входит в дерево, в картон, во что бы то ни было, она, эта сталь, она просто режет. Режет, причем как-то непринужденно, с кайфом, с таким вхождением агрессивным в материал. Это трудно объяснить, пока сам не попробуешь. Так вот, у ZDP есть этот так называемый вкусный рез. что еще было очень интересным фактом, я думаю, опять же, если вы внимательно смотрели рез каната, сталь ZDP схватила такой очень неприятный скол посредине режущей кромки буквально в самом начале тестирования, может быть, до двадцатого реза он уже появился и оставалась такая ступенька на бумаге. Я думал, что в продолжении этот микроскол, этот замин, не знаю, что это было, что оно будет расширяться и увеличивать свои масштабы и в конце это может как-то плохо закончиться. И вот, к моему удивлению, произошло как раз таки наоборот. Этот скол, он как-то выровнялся, как-то замялся, сгладился, не знаю, как это объяснить, но после то есть я не помню после какого реза это именно случилось, но в определенный момент этого уже не было заметно. То есть это нельзя было выделить этот скол. Здесь вот ближе к кончику он затупился, конечно, но то есть нету этого скачка. То есть я думал, что все, еще 80 резов, то есть этот скол он просто разорвет этот клинок, а его не оказалось. он куда-то исчез. Но опять же видите, что конечно 100 резов это не шутка и не оставили свой след на режущей кромке. но все равно он режет намного более лихо, S30V. Это вот по моим ощущениям, по моим впечатлениям. Да, лохматит, но как бы это это понты. Это понты. Здесь вот конечно затупление уже чувствуется. Я думаю можно посмотреть нарежущую кромочку вблизи. Тоже отсвечивает свет. Тоже затупление оно есть. тут можно видеть как играет. Оно есть затупление, намного меньше чем на S30V. Ну про VG10 говорить не буду. Вот эти микроскольчики. мне даже трудно поймать эти засветы. Здесь вот может быть. Сейчас получится. Вот так вот. То есть что-то есть, но масштабы в разы меньше. Это ближе к кончику где основное затупление у нас получилось. Вот мы сейчас видите замины. То есть ZDP обладает определенной эластичностью. это то, что вы сейчас видите по центру это как раз замин. Это не скол. То есть эластичность присутствует. Вот уже маленькие замины. ну я думаю картина ясна. Конечно точить эту сталь для заточки приготовьте сразу свои самые дорогие самые крутые алмазные камни потому что это будет нелегким делом. но если абстрагироваться от всего этого и именно конкретно смотрите на показатель удержания заточки то мы имеем просто просто невероятную сталь. Отлично отлично ну все в принципе на этом я думаю наше первое тестирование можно закончить оно было на мой взгляд очень удачным мы распробовали этот вкусный рез ZDP 189 и ждем новой ножи от фирмы Spider с этой сталью просто с нетерпением особенно Military вот ну и традиционно Military показала тоже очень высокий класс очень порадовал этот нож даже своей базовой конфигурации просто красавчик а вот этот нож он просто был для сравнения я просто призываю всех не делать никаких поспешных выводов в отношении обычной обычной четвертой Enduro все спасибо за просмотр пока бай 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 бай